Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Вектор. В эфире программа «Говорим и готовим». И мы продолжаем свое путешествие по кулинарным изыскам народностей, которые проживают в нашем гостеприимном городе Губкинском, городе Северного Счастья. И я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Дмитрий Семенович Гузов. Здравствуйте, Дмитрий Семенович! Здравствуйте, Алена! Спасибо, что нашли время, знаю, что вы человек занятой, и все-таки от кулинарии никуда не деться. И я думаю, что это очень приятное удовольствие, как часто вы готовите вообще. Приходится иногда готовить, не так часто, наверное, как хотелось бы, ввиду занятости уже своей сегодня, но иногда приходится. Вот какое блюдо мы сегодня с вами будем готовить, и какую народность, национальность мы сегодня представим нашим губкинцам? Ну, ввиду того, что я являюсь гражданином Республики Беларусь, значит, готовить будем национальное белорусское блюдо. Сегодня, согласно традициям в Беларуси есть, в Беларуси можно представить тремя национальными блюдами. В Беларуси страна картофеля, для кого-то не секрет, поэтому блюда будут из картошки. А три национальных блюда, которые представляют Беларусь, это драники, это колдуны и это, наверное, мочанка. И мы сегодня с вами попробуем приготовить колдуны. Картофеля у нас много, Дмитрий Семенович? Это так нужно, да? Как говорится, лучше больше, это вопрос того, знаете, есть еще такая черта, что никогда не хочется, чтобы чего-то не хватило. То есть, поэтому это одна из черт гостеприимства нашего народа, поэтому, как бы, лучше пускай останется. Что мы делаем с картофелем, Дмитрий Семенович? Ну, традиционно картофель нужно почистить, потом его нужно натереть на мелкой терке. Ну, я думаю, в процессе мы с этим разберемся. Отлично. То есть, можно вот, ну, в принципе, брать вот чашку, сюда мы будем складывать картофель, да? И можно... Можно приступать. Дмитрий Семенович, Беларусь, это, ну, действительно картофельная страна. Мне любопытно, сколько сортов картофеля выращивают в Беларуси? Бесчисленное количество. Бесчисленное количество. Да, причем эти сорта, они селекционируются постоянно, появляются новые сорта. И, кстати, самый интересный момент, я думаю, ну, если вы, как люди, которые заняты телевидением, наверное, смотрите телевидение, буквально свежий факт, когда наш президент, как бы, дарил картошку на праздники президенту Российской Федерации и знаменитым людям Российской Федерации. Это наше национальное, так сказать, достояние картошка. Ну, Дмитрий Семенович, ну, правда, вот по мне картофель как картофель. Ну, вот как я могу отличить, вот это белорусский картофель или не белорусский? Ну, в любом случае, наверное, что-то на вкус или как? Вкус картофеля зависит от того, где он растет, в какой земле он растет. И вот, кстати, очень такой действительно момент интересный, что вот когда мы даже приехали сюда, и почему даже многие люди сюда привозили картошку с дома, потому что здесь, в принципе, продается неплохой картофель, ну, как правило, зимой он, вероятнее всего, подмороженный, и это ощущается на том, что сладкий картофель. Ну, это есть такое, да. То есть белорусская картошка, она сладкая не бывает, но в зависимости от сорта, конечно, вкусовые ощущения все равно у нее разные. А он разваристый? Вот бывает картофель, допустим. Он бывает разный, это тоже зависит от сорта. Есть сорта разваристые, есть сорта неразваристые. И, кстати, вот для приготовления вот того блюда, которое мы делаем, и тех же драмиков, все, что нужно на терке натирать, как раз-таки желательно, чтобы картошка была неразваристая, и чтобы она была крахмальным сортом, то есть чтобы картошка была, ну, чтобы не получил крахмал, да. Понятно. И даже, ну, есть способ, как это проверять. Не знаю, можно попробовать с этой картофельной, что она просто разрезается пополам, и штучки между собой трутся, и они должны слипнуться. Если они слипли, значит, картофель действительно крахмальный. А почему именно крахмальный? То есть что крахмал придаст? Это, наверное, все-таки для того, чтобы какая-то структура создавалась, которая скрепляет. Крахмал, он как мука, он имеет свойство создавать структуру. То есть не надо добавлять каких-то дополнительных там той же муки, ингредиентов для того, чтобы оно форму держало. И нам осталось всего промыть картофель и будем его натирать. Натирать, да. Дмитрий Семенович, ну а чем же все же вот колдуны отличаются от драников? Ну, я вот, насколько знаю, драники только из картофеля, да? Но у нас еще и фарш. Нет, только из картофеля. И как драники, так и колдуны вообще есть множество. Это если именно традиционно, да, это только картофель. Но, в принципе, на сегодня кулинарии не стоит на месте. Любой хозяин, любой тот, кто готовит это блюдо, может добавить туда все, что угодно. И причем начинка, вот в колдунах это начинка мясная, традиционная начинка. Но это может быть что угодно. Это может быть рыба, это может быть любое мясо, это может быть даже ягода. Как бы это может быть каким-то десертом. Но это уже эксперимент. А исконно-белорусская? А исконно-белорусская это вот то, что мы сегодня делаем. Это мясо и, соответственно, картофель. Больше ничего. Отлично. Сейчас промываем картофель и будем натирать. Итак, Дмитрий Семенович, дальше нам осталось протереть, натереть на терке. Самый интересный момент приготовления этого блюда. И, наверное, самый многим не любимый. Наверное, немного опасный, да, поэтому не очень любимый. А сегодня, конечно, это все намного проще. Сегодня есть кухонные комбайны, которые как бы позволяют заменить эту операцию. Но не во всех комбайнах есть терка. И еще могу сказать, что действительно, что драники готовят, что готовят колдуны, самое вкусное получается, когда трешь вот именно на такой, на мелкой терке. Вот именно на мелкой. Да, потому что когда что-то по-другому, либо в кабан загружаешь, когда структура, ну, оно на вкус ощущается совершенно по-другому. Многие пытаются взбивать в блендере, там вообще взбивать в пыль. Ну, это каша получается. И получается как манная каша, да, обжаренная просто манная каша. Поэтому, ну, а то, что касается этой терки, получается самая хорошая консистенция. Приступаем, да? Дмитрий Семенович, вот это блюдо, понятно, что оно традиционное, наверное, праздничное. Не знаю, оно всегда у вас... Нет, оно не праздничное, оно повседневное. Повседневное? Конечно. Ну, оно готовится не тяжело, готовится довольно относительно быстро. А вот вы где научились? Кто вот вообще в семье вкуснее других готовит? Знаете, мои родители, они как бы родились и воспитывались и жили в селикой местности. Поэтому, в принципе, у меня довольно приличная часть моей жизни, часть летних каникул прошла в деревне. И поэтому вот эти вещи все всегда делали бабушки. Они где-то готовились в конечном итоге просто из-за жарки еще и печи. И поэтому, наверное, это пошло оттуда. Вот, только хотел сказать, наверное, далеко не на сковороде, да? И вкус был совершенно другим. Они жали все равно на сковороде, а потом просто запекались, тушились в печи с маслом. И там, конечно, был совсем другой вкус. Нет, Денис, не мы натерли, а мы героически справились с этим подвигом, я хочу вам сказать. Серьезно, потому что, я вот честно говорю, это далеко не легкий труд. Все говорит о том, если ты хочешь вкусно поесть, значит, ты должен хорошо поработать. Правильно, Дмитрий Семенович? Совершенно верно. Ну, это изюминка, как я уже сказал, этого процесса. Если сделать крупнее, то все равно будет не то. А мы делаем так, как готовят именно в Белоруссии. Совершенно верно. Отлично. Теперь нужно поперчить, посолить. И можно добавить сок лимона. Отжать просто для того, чтобы не темнел картофель. А, вот еще, да, в чем секрет? В лимоне. Хорошо. Соли. Ну, на вкус. А вот еще одна хитрость, да? Что мы сейчас будем делать? Мы будем удалять лишнюю жидкость. То есть будем отжимать в марлю. То есть перекладываем все сюда. Мы смотрим все, чтобы она не перелилась. Поэтому у нас, я смотрю, немножко меньше она. Не все сразу, да? Ну, давайте посмотрим, если поместится все, то можно и все. Марлю мы свернули в несколько раз, да? Ну, четыре слоя. Четыре слоя. Давайте, давайте поднимаем. И все просто вот так. Сейчас, если, конечно, жидкости, запах крахмала пошел. Там внизу останется крахмал. Его можно потом вернуть в картошку обратно. Когда жидкость сольется. А, внизу останется вот такой вот... Да, осадок крахмала будет, да. Крахмал нам будет нужен. То есть мы вот прям должны вот отжать, чтобы сухое было или... Ну, практически, да. Дмитрий Семенович, а мы это будем перемешивать с фаршем? Или фарш все-таки будет присутствовать отдельно? Фарш будет присутствовать отдельно. Фарш будет внутри. А, вот как. Хотя есть и рецепты, в которых просто все перемешивается и запекается в той же духовке. Но это уже больше похоже на другое национальное блюдо, которое называется бабка. В Беларуси, да. И оно тоже традиционно делалось в печи. Вот когда приезжаете на родину, вот в первую очередь, я не знаю, может быть, есть какие-то места, которые вы посещаете? В первую очередь, наверное, едешь к родителям, потому что ты их не видишь. Потом, наверное, друзья. Но потом уже на сегодня действительно есть много мест интересных, которые, наверное, даже проживая там в Беларуси, я не знал об этом. А сегодня, благодаря на социальным сетям, благодаря тому, что есть ряда ограничений там с 20-го года, которые вот все пандемийные люди начали просто перемещаться по своим местам, там, где они проживают, и просто открываются, ну, такие просто виды, такие вещи, о которых ты раньше даже и не думал на текущий момент. И в Беларуси их тоже много. Традиционно визитной карточкой Беларуси является это Беларусская пуща и Брестская крепость. Я думаю, про эти достопримечательности знают каждый. Да, абсолютно, даже школьник, да. Ну, видеть это своими глазами, я думаю, это впечатляет, конечно же. Причем Беларусская пуща в Беларуси, они как бы зимой устраивают, там делают усадьбу Деда Мороза. Она причем есть и летом, и зимой. Это своеобразная такая вещь, когда летом ты приезжаешь к Деду Морозу. Дмитрий Семенович, а вот семейные какие-либо есть традиции такие, которые, ну, может быть, национальные, которые соблюдаются вот по сей день в вашей семье? Что-то есть такое вот интересное? Ну, знаете, как-то таковых, наверное, прямых традиций нет. Но, как я уже сказал, родители у меня из сельской местности. И, как правило, ну, когда бабушки были живы, на какие-то большие праздники, там, православные праздники, как бы, вот традиция была собираться всем семьям. У меня, причем у отца, как бы, довольно большая семья была у бабушки, у матери тоже. И вот как-то приезжают все практически на выходные дни. И вот, наверное, основная традиция. Бабушка, понятно, готовила в печи, готовила всегда много разнообразных вкусных блюд. И просто вот семейное общение, наверное, вот это одна из основных традиций. Так, ну, наверное, все. Можно, наверное, сюда это все сейчас обратно. Посмотрим, что у нас получилось и сколько. Из картофеля у нас было, ну, килограмма, наверное, три или больше, да? То есть получается вот столько фарша. Сюда вот как раз сливался весь картофельный сок. И кто бы знал, вот, посмотрите, вот он, настоящий картофельный крахмал. Не знаю, какой я это вижу впервые, это очень даже любопытный факт. Что мы делаем дальше? Добавляем его в картошку и перемешиваем. Ой, смотрите, а он прям какой густой, прям ничего себе. Сейчас еще будет проблематично его перемешать там. Чтобы хорошо он соединился с картофелем, да? Ну, теперь можем ложкой просто мешаем и всю картошку. Мешаем вот это. Да, чтобы можно, конечно, и руками это сделать. Потому что все равно дальше брать его придется руками. Ну, теперь подходим к главному процессу. Включаем плиту. А, то есть вот так уже все? Разогреваем сковороду, да? Ну, не знаю, что расскажите, вот дальше, вот что мы делаем? Дальше мы будем лепить колдуной. А, дальше мы будем колдовать. Все, отлично. Хорошо. На сколько градусов примерно? То есть жарный средний? Ну, максимум, наверное, остается, конечно. Ну, наверное, самый ответственный момент. Мы начинаем ворожить и колдовать. Что делаем дальше, Дмитрий Семенович? Ну, теперь формируем колдуны. Значит, начинаем с мяса. Значит, берем фарш, небольшой кусочек. Делаем просто шарик. И закутываем его в шубу из картошки. А, вот таким образом. Все. Можем взять немного картошки. Размять. Размять, положить в нее мясо. И сверху закрыть и сформировать просто. А я думала, это будут как котлеты. Ничего себе, вот такие вот. Вот это котлеты получаются. Вот просто сверху и потом любую форму, какая вам нравится. Можно кружочек по размерам. Они бывают крупные, бывают мелкие. Это уже как на любителя. Та-дам! У нас все готово. Вообще, эти ароматы, я всегда говорю, как жаль, что камера не передает ароматы, ароматы, вкусы и запахи. Просто вот здесь я вот уже еле удерживаюсь, потому что, вот смотрите, штучка у меня тут еще есть. Полная вообще тарелочка получилась. Таких замечательных колдунов мы с Дмитрием Семеновичем поколдовали. И видите, что у нас вообще получилось. Дмитрий Семенович, ну это очень удивительно. Почему? Потому что масло мы не доливали. Вот как налили в сковороду, собственно, столько оно и осталось вообще. Что за секреты? Один раз. Что за секреты? Это картошка. Сорт картофеля? Нет, просто картошка. Просто картофель. Что нам осталось вот еще сделать? Осталось попробовать. Осталось попробовать. Самое интересное попробовать. И традиционно, традиционно, есть нужно со сметаной. Но для того, чтобы немножко сметану, как бы вкус ее поменять, ну, можно добавить немножко укропа. Вот так нормально? Немного? Да, ну, чуть-чуть. Я вообще чуть-чуть. А, вообще немного. Чуть-чуть вообще, как бы, просто для вкуса. Дорогие друзья, ну, вот смотрите, какой кулинарный шедевр у нас получился. Дмитрий Семенович, мы поколдовали. Правильно? И получились вот такие вот обалденные, классные, наивкуснейшие колдуны. Дмитрий Семенович, как будет звучать? Приятного аппетита на белорусском. Давайте пожелаем своим нашим губкинцам. Есть и смашено. Потому что это очень неповторимо, поверьте, потому что запах просто обалденный. Мы, конечно, будем пробовать. Берите этот рецепт себе на заметку и обязательно готовьте дома. Дмитрий Семенович, спасибо, что принял участие в нашей программе. Рада с вами была поконтактировать. И думаю, что следующий этап – это будут драники. Как вы на это смотрите? Без проблем. Спасибо, Алену, что позвали. Уважаемые телезрители, вы смотрели телеканал «Вектор». В эфире была программа «Говорим и готовим». До встречи в эфире. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!